итак всех снова приветствую вы как всегда на канале седу инвестор здесь разбирается тема финансовой аналитики в крипто сфере сегодня продолжаем разбирать альткоины с нашего телеграм канала заявки на которой вы собственно оставляли для тех кто не в курсе у меня есть открытый телеграм-канал ссылку на который я оставлю в первом закрепе под комментариями где-то раз в два-три дня я выставляю посты вот такого рода то что я принимаю заявки на следующий разбор криптовалют есть определенные правила при соблюдении я буду разбирать ваши активы те которые набирают большее количество эмоций соответственно я их конечно же разбираю в первую очередь поэтому если вас интересуют определенные активы точнее мои личные мысли по ним то подписывайтесь подключайтесь и оставляйте заявки списке самых перспективных криптовалют на постоянной основе в закрытом чате телеграм это мой личный проект по заработку существует он уже более двух лет я работу один и соответственно на все ваши вопросы отвечаю лично я сам с помощью открытого чата рекомендации состоят из долгосрочных и среднесрочных инвестиций среднесрочные инвестиции рассчитывайте примерно от 1 до 6 месяцев но как показывает практика некоторые сделки отыгрывают намного раньше долгосрока рассчитывайте примерно от одного года но опять же все зависит от ваших личных целей каждой криптовалюте я прилагаю график где указываю потенциальный профит и соответственно потенциальные риски для того чтобы вы уловили мою личную мысль с чего вдруг решил то что будет рост того или иного актива помимо рекомендации в случае необходимости а также тебе помогу разобрать твой старый портфель укажу на его ошибки возможно переформируем а возможно вообще создадим новый именно сейчас рынок криптовалют максимально непредсказуемый я рекомендуете воспользоваться данным сервисом чтобы уберечь себя от лишних просадок совсем скоро я буду увеличивать прайсы свои подписки поэтому успевай подключаться по старым ценам для вступления в мое закрытое сообщество по заработку тебе необходимо перейти в описании ролика и там ты найдешь мою личку и так первый на разбор у нас horizon актив под названием zen многие люди спрашивают почему он идет против рынка но довольно неплохой актив на самом деле и техническая составляющая так сказать очень сильная было удержание зоны поддержки последний 5 долларов 9 центов и далее пошел отскок в обратную сторону а также произошел пробой уровня сопротивления в данный момент она играет роль зоны самого крупного накопления 8 долларов 48 центов и уже с тех пор он вырос на 40 процентов я рекомендую дожидаться минимального профита от 60 процентов а в идеале затронуть цену 11 долларов 91 цент в этом случае с последних рекомендаций про которые я вам рассказывал будет 76 процентов профита довольно неплохой заработок среднесрочный а также есть смысл дождаться и вторую цель получается 178 процентов профита может ожидаться 18 долларов 75 центов но опять же рекомендую работать от 60 процентов да и к тому же никто вам не мешает усредняться и будущем фиксироваться лесенкой маркеты где торгуется данный актив это байн он с coinbase baby gate хобби кукоин миксел банки битмарт за последние 24 часа объемы торгов вот пожалуйста выросли на 56 процентов на этом фоне актив и продолжает расти вполне возможно то что будет удержание зоны поддержки 8 долларов 48 центов и это будет отличная точка усреднения если вы покупали актив по моим рекомендациям а именно по 6 долларов 72 цента далее лина к сожалению было обновление дна здесь ситуация чуть чуть похуже но с другой стороны от q произошел очень быстрый и своего рода было смещение зоны поддержки последний теперь она находится вот здесь вот меча и синие стрелкой в данный момент я рекомендую дождаться следующего закрепления этой же зоны поддержки в противном случае будет продолжение пролива поэтому рекомендую переждать дорогие друзья сейчас идет очень сильное давление на биткойн и соответственно многие альткойны будут обновлять свое старое дно и соответственно все зоны поддержки будут смещены необходимо дождаться закрепления новых зон поддержки после этого уже усредняться пока что я считаю рановато потому что никто не знает где это самое заветное дно допустим zen который мы только что с вами разбирали поддержка оказалась намного сильнее чем у той же лины и соответственно крупные инвесторы взяли просто и откупили цену что касается лины к сожалению здесь либо происходит манипуляция давление на цену актива и в дальнейшем киты будут откупать намного дешевле чем сегодня опять же это один из вариантов исхода событий сейчас необходимо просто переждать ни в коем случае я не буду продавать длину и в дальнейшем буду ждать своих поставленных целей маркеты где торгуется данный актив биржа байнонс гейт хобби кукоин микси бит гет бен x l банк и ты кого за последние 24 часа объемы принципе стоят на месте всего лишь минус 10 процентов что в принципе может привести ближайшее время продолжение пролива поэтому будьте крайне аккуратны сейчас лучше обойти его стороной я ни в коем случае не говорю то что это скам пытаюсь вам пояснить за то что сейчас это не самый перспективный актив на сегодняшний день если вы покупали его ранее то сейчас лучше его обойти стороной так сказать но грубо говоря просто отложить покупки на следующие дни когда ситуация станет более ясно и далее ва нынче цена актива на момент записи ролика составляет 36 центов была пробита зона самого крупного накопления но сегодня уже эту цену откупили также есть зона поддержки на 20 центах она была удержана сегодняшних цен это получается минус 44 процента потенциальной коррекции в данный момент так как цена актива уперлась зону самого крупного накопления есть смысл дождаться понедельника посмотреть будет ли закрепление либо продолжение пролива случае пробоя зоны самого крупного накопления то есть смысл ожидать коррекции вплоть до минус 44 процентов если будет закрепление на зоне самого крупного накопления то есть смысл ожидать другой цели а точнее продолжение роста вплоть до 44 процентов в любом случае ва нынче находится в полноценной медвежьей фазе а точнее цена актива находится в самом крупном объемном блоке основные киты сидят именно тут к тому же ва нынче отношу к долгосрочным активом но с другой стороны по нему также можно зарабатывать и в средний срок но сегодняшняя цена не лучше для того чтобы осуществлять среднесрочные сделки все же ориентируйтесь сейчас на долгосрок по ван нынче если вы его накапливаете маркеты где можете его прикупить биржа байнанс юни свап ну и конечно же ван нич coinbase окикс байбита бит кракен гейт и хобби за последние 24 часа тоже спрос немного просел минус 10 процентов а рыночная капитализация растет это указывает на то что актив просто выкупают далее я из прошлого разбора он просел еще на 30 процентов я также отношу его к высокорисковым активом сейчас ни в коем случае не рекомендую покупать довольно свежий актив появился на бирже байнанс у нас сон 24 года 5 января соответственно основная ликвидность пошла после листинга на эту площадку необходимо дождаться хотя бы годовой истории и после этого осуществлять уже какие-то сделки ну и соответственно делать выводы конечно же пока что рановато я считаю и по большей части сейчас если вы вкладываетесь новые проекты то ваш потенциальный профит зависит прямо от разработчиков можно сказать от их желания то есть вы инвестируете на благо проекту а будет ли он работать или нет к сожалению никто не знает поэтому я бы рекомендовал дождаться какой-то истории изначально фундамент могут вам запихать в уши какой угодно а также обещает то что крупные киты закупаются данным активом но и с другой стороны киты тоже не дураки если они покупают какие-то проекты то только с целью спекуляции даже долгосрочной но именно должна быть произведена спекуляция они хотят на этом заработать и лучше нам отталкиваться от этой же идеи если в проекте сидят 12 кита то ну к сожалению это уже является высоким риском потому что никто не знает когда они оттуда выйдут а если очень много крупных инвестиционных фондов закупают один проект то здесь уже так сказать риски уменьшаются потому что один фонд может продать активы а другой откупить тем самым создается новая зона поддержки ну и соответственно происходят очень сильные пампы на этом фоне основные маркеты где торгуются данный актив байнонс гейт хобби микси битгет элбанк битмарт и тк о за последние 24 часа объемы торгов особо не отреагировали всего лишь минус шесть процентов далее бсв к сожалению было обновление дна зона поддержки переместилась на уровень 4 цента поэтому также пока что ожидаем я им закупался и довольно крупно ожидал среднесрочной цели по последним покупкам мы по нему зарабатывали в конце двадцать третьего года профи среднесрочность составлял 69 процентов а также показываю скрин в день выхода рекомендации первая цель была отлично отработана на вторую к сожалению не дождались но ничего страшного также рекомендую дождаться понедельника а далее уже делать какие-то выводы пока что в общем ждем с бсв шкой также объясняю еще один момент если идет обновление дна актива нет смысла его постоянно откупать лучше остановиться и посмотреть в течение месяца что с ним будет происходить не исключен скам но также не исключено просто смещение зоны поддержки и в дальнейшем можно будет заработать еще больше если грамотно откупать цену поэтому сейчас бы свежкой просто немножко нужно переждать маркеты где торгуются бсв да в принципе почти на всех площадках биржа байна собственно biswap gate кукоин микси битгет бен x и л банк за последние 24 часа объемы торгов просели на минус 21 процент на этом фоне идет собственно пролив далее си 98 на фоне падения биткоина актив вроде бы как удерживает цену и нету обновление дна последняя зона поддержки получается у нас находится через 47 48 процентов коррекции поэтому есть смысл дождаться когда риски снизятся до минус 30 минус 35 процентов в этом случае можно будет заработать по среднесрочной сделке около 86 процентов довольно неплохие к сыну и случае продолжения роста пробоя зоны самого крупного накопления есть смысл ожидать пробой зоны самого крупного накопления и достижение цены 33 34 цента в этом случае профит составит 204 процента в общем пока что ждем но и с другой стороны если вы покупаете си 98 исключительно в долгую то в принципе не важно по каким ценам сейчас его покупать так как си 98 находится полноценной медвежьей фазе в самом крупном объемном блоке и цена реализации у вас по-любому выше покупной поэтому сегодняшняя точка усреднения довольно неплохая для долгосрочного накопления в средний срок стоит немножко переждать маркеты где торгуются си 98 также почти везде бай нанс банки икс в аптексе площадка coinbase by бит кракен гейт хобби кукоин и микси за последние 24 часа объемы торгов снизились на семь с половиной почти процентов но 7 целых 30 сотых процентов спрос в общем стоит на месте грубо говоря далее the fuel идет небольшой пролив на самом деле я ждал коррекцию по нему намного сильнее чем она произошла но принципе ничего страшного я все же буду ждать еще продолжение коррекции вплоть до самого крупного объемного блока на это сегодняшних цен еще минус 53 процента это мои среднесрочные цели по коррекции для меня покупать его еще конечно же дороговато основное накопление должно происходить именно вот здесь вот показываю скрин в день выхода рекомендации вот собственно вот этот объемный блок мы весь накапливали диапазон цен 5 центов и 2 цента соответственно и фиксировали цену вот пожалуйста по 140 процентов почти довольно неплохо отыграла среднесрочная сделка и возвращаемся обратно на сегодняшний график пике актив вырастал примерно на 340 процентов поэтому некоторые люди смогли заработать еще больше чем я могу их только поздравить сейчас что касается the fuel я буду ждать продолжение коррекции и идеальные цены по которым я буду откупать его это опять же этот самый объемный блок диапазон цен тот же но что касается долгосрока ну опять же если цена реализации у вас намного выше покупной то какая разница по каким ценам сегодня покупать the fuel даже сегодняшняя цена довольно приятная маркеты где торгуются тфуэл это байнонс обид гейт кукоин крипто комбин x битмарк битхамбит тко за последние 24 часа объемы торгов снизились на минус 27 с половиной процентов примерно что вследствие может привести продолжению пролива про который я только что рассказал айси пи идет пролив по нему довольно неплохая коррекция уже составила получается минус 67 процентов с прошлого пика последний раз айси пи мы откупали примерно по 6 долларов 89 центов вот этот скрин в день выхода рекомендации в закрытом чате но примерно по этим же ценам мы его и покупали с тех пор он вырастал примерно на двести тридцать пять процентов рекомендации были среднесрочные отработали не себя отлично что касается сегодняшней цены но получается риски составляет примерно минус пятьдесят шесть процентов я рекомендую дождаться когда они снизятся хотя бы до минус тридцати пяти минус тридцати процентов и в этом случае если рассмотреть локальную зону консолидации отрезок времени меня интересует с апреля 2022 года по сегодняшний день если актив достигнет моих целей то средний срок я смогу заработать примерно 160 170 процентов зависимости от того как поведет себя цена конечно же поэтому я продолжаю ждать но не факт то что конечно же рынок даст такие цены потому что опять же есть локальная зона поддержки и она находится вот здесь вот 5 долларов 46 центов по идее если актив продолжить свой рост то можно в принципе сегодняшних цен заработать 75 процентов профита довольно неплохо риски высоковатые профит нормальный если вас устраивают риски в размере 56 процентов потенциальной коррекции если вы будете закупаться частями тем самым уменьшать эту зону риска то довольно неплохая на самом деле сегодняшняя цена для усреднения маркеты где торгуются си пида принципе везде биржа байнанс coinbase okx by bit cracking gate хобби бит файнекса и q coin за последние 24 часа объемы торгов снизились на минус 15 процентов что вследствие может привести еще к локальной коррекции цены данного актива далее cyber если честно я не знаю что здесь разбирать техническая составляющая указывает на то что будет продолжение пролива а также не забывайте то что вот эта зона риска диапазон центре доллара 52 цента и 1 доллар 42 цента это зона от которой актив может продолжить свое бесконечное падение поэтому ожидаем когда цена актива выйдет за зону самого крупного накопления и при условии если здесь объемы будут увеличиваться каким образом просто люди будут ставить ордера на покупку и при достижении определенного количества соответственно объемный блок будет увеличиваться тем самым мы будем понимать то что здесь образовывается крупная зона поддержки уже оттуда будем считать какие-то потенциальные риски пока что в общем я не рекомендую сюда лезть очень высокорисковый актив как лично по мне и опять же это мое личное мнение я никого не собираюсь никуда засаживать те кто говорят то что я говорю полную чушь дорогие друзья просто отписывайтесь я здесь работаю и так маркеты где торгуется cyber это байнанс байбита бит гейт хобби кукой микси битгет и крипто ком за последние 24 часа объемы торгов снизились на 12 половиной процентов спрос потихонечку падает дэш идет обновление дна как бы мне этого не хотелось но пока что я буду ждать получается у нас есть новая зона поддержки 19 долларов 34 цента пока что идет откуп но если присмотреться то в данный момент образовывается такой маленький флэт из-за зеркального уровня 22 доллара 65 центов является новой зоной сопротивления локально и пока что непонятно будет ли пробой этой зоны сопротивления либо будет продолжение пролива поэтому ожидаем понедельника и дальнейшего закрепления в любом случае пока что инвестиции в данный актив прекращаем на некоторое время маркеты где торгуются дэш да в принципе почти везде биржам байнанс coinbase cracking гейт хобби bitfinex кукой микси и битмарт за последние 24 часа объемы торгов снизились на минус 17 процентов но в общем то такие дела им до спрос падает и возможно будет продолжение пролива далее the world с прошлого разбора произошла коррекция до указанного мной уровня получается она произошла ровно до зоны самого крупного накопления и с тех пор он просел на минус 38 процентов сегодняшняя цена им отлично для усреднения а также начала накоплений но вы должны понимать то что максимальные риски по нему составляет минус 58 процентов но и с другой стороны есть удержание зоны самого крупного накопления и делаю вывод то что откупают киты все-таки так тип и рынок может просто не дать цен ниже есть среднесрочные цели получается до достижения ста двадцати четырех процентов но также рассматривайте долгосрочные инвестиции так как актив кто бы что не говорил находится в полноценной медвежьей фазе самый крупный объемный блок маркеты где торгуются xvg бай нанс гейт хобби бит файнекс микси бен x битмарт и ты кого за последние 24 часа объемы торгов немного просели минус 11 процентов но несмотря на это капитализация растет актив откупают и есть удержание зоны самого крупного накопления отличная зона поддержки серви удивительно но продолжение пролива после обновления дна не произошло и даже зона поддержки последние 21 цен была удержана ждем еще одного закрепления и будет смысл уже усредняться вы представляете в случае действительно образование крупной поддержки можно будет забрать просто бешеные x и на самом деле вы посмотрите какие потенциальные цели могут ожидаться 188 процентов и 300 почти 400 процентов вторая цель но сейчас лучше дождаться еще одно закрепление повторяю еще раз потому что если пролив продолжится неизвестно где он закончится зона поддержки пока что переместилась на 21 цент маркеты где торгуется сервей биржа бай нанс юнисвап дэкс площадка coinbase окикс байбит обит и кракен самые ликвидные площадки где торгуется данный актив за последние 24 часа объемы торгов снизились на минус 20 процентов и на этом фоне до обновление дна может произойти еще раз поэтому аккуратно посидим и ждем mbox также произошло смещение зоны поддержки теперь она находится на 17 центах необходимо дождаться нового закрепления пока что есть лишь маленький отскок от зоны последней поддержки при условии если будет продолжение откупа то да можно будет ожидать вот такие вот цели примерно 150 процентов профита крайний раз mbox закрытом чате мы покупали примерно по 30 центов и с тех пор он вырастал примерно до 107 процентов рекомендации были также среднесрочные отработали отлично и с тех пор он продолжает лишь коррекцию пока что в общем ждем изначально и бокс являлся высокорисковым активом и покупали моего так сказать не часто но в любом случае сейчас необходимо дождаться до закрепления на одной из зон поддержки последние на 17 центах маркеты где торгуются данный актив байнонс байбит гейт хобби микси бит гет и бен x за последние 24 часа объемы торгов вырастают и капитализация также растет соответственно на этом фоне может произойти продолжение роста xlm проект стеллар также рекомендую дождаться коррекции так как была пробита зона поддержки 9 центов и идет продолжение пролива последняя из крупнейших зон поддержек находится на пяти центах сегодняшних цен это еще потенциальная коррекция в размере минус 31 процента а последняя зона поддержка находится на минус 69 процентов коррекции довольно довольно сильная коррекция поэтому необходимо ждать нет смысла откупать активы от зон сопротивлений именно там где торгуется сегодня актив лучше дождаться конца пролива и уже осуществлять какие-то сделки в любом случае маркеты где торгуется стеллар байнанс coinbase окекс байбита бит кракен гейт хобби битфайник за последние 24 часа объемы торгов просели на минус 34 почти процента и так ну в принципе это все активы на которые вы оставляли заявки ожидайте новый пост в телеграм-канале подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте и высказывайте свои личные мысли но у меня на сегодня все дорогие друзья всем пока